Такое редко увидишь в афише. Начало взрослого спектакля в полдень. Но это «Бесы» Льва Додина. Девятичасовую постановку, которой исполнилось 25 лет, дали в Малом драматическом театре накануне. Дарине Жежелевой удалось поговорить с режиссером и актерами, которые четверть века назад были на сцене, и узнать, что изменилось за эти годы. За эти 25 лет спектакль не изменился. Это принципиальная позиция режиссера. Те же остались декорации, играют те же актеры. За эти годы спектакль «Бесы» стал, можно сказать, визитной карточкой Малого драматического театра. Знаменитая постановка идет не так уж и часто. Девятичасовое действие – сильное испытание тяги в культуре. Однако тех, кто пришел в театр в день юбилейного показа, длительность спектакля не смущает. Зал полон. Актеры за кулисами, ожидая своего выхода на сцену, вспоминают о том дне 25 лет назад. Я очень хорошо помню премьеру. Насколько, как кажется, все то же самое. Те же слова, те же мизансцены, те же костюмы, тот же свет, та же сценография Кочергина, музыка Корбачка. Со временем вдруг что-то приобретает совершенно другое звучание спектакля, другие реакции в зрительном зале. Героя Петра Симака Николая Ставрогина разрывают сомнения. Новый круг общения не спасает. Кружок социалистов оказывается тоталитарным государством в миниатюре. Режиссер спектакля Лев Додин говорит, во все времена в постановке можно было найти созвучие с эпохой. Начали репетировать в Советском Союзе, завершали в Советском Союзе уже совсем другое эпохи, выпустили спектакль в другой эпохе, в другой стране, в России. И сегодня играем в той же стране, но опять, я думаю, уже совсем другое эпохи. Вот это все и прошло через спектакль, потому что спектакль идет через жизнь, а жизнь идет через спектакль. Сергей Власов играет Ивана Шатова. Говорит, его герой взрослел и менялся вместе с ним самим. У меня Шатов, я считаю, изменился. Если все-таки в начале он был, так как и я был, на 25 лет моложе, он был более импульсивный, экспрессивный. А к теперешним годам в нем появилась и ирония, и сарказм, и требовательность. Главное, что изменилось в спектакле, считает художественный руководитель Театра Европы, то, что политические мотивы постепенно ушли на второй план, уступив место вечному интересу к человеческой природе и характерам. Лев Додин признается, спектакль всегда вызывал в нем настолько противоречивые эмоции, что только сейчас, спустя 25 лет, он готов до конца принять, можно сказать, признать свое детище. Когда, скажем, рождается спектакль, то чаще всего его не любишь, потому что он тебе не нравится, ты все время видишь все то, что не удалось. Сегодня я отношусь к спектаклю вполне спокойно. Я иногда могу выходить и его смотреть.